Замерли поезда, двинулись марши В мире В колоннах протеста вся Франция Класс Равно Галери Матлевью Равно Трю айтем проп Равно Имидж В колоннах протеста вся Франция 7 декабря 4 Замерли поезда, двинулись марши Во Франции 5 декабря началась общенациональная забастовка против очередного нововведения со стороны правительства Эммануэля Маркрона пенсионной реформы Ранее анонсированы правительством Десятки профсоюзов отказались от работы, общественный транспорт практически парализован В Париже акция протеста переросла в столкновение демонстрантов с полицией, попытавшейся сдержать многотысячную толпу при помощи водометов из слезоточивого газа Задержанных и пострадавших десятки Начавшаяся акция протеста стала одной из самых массовых за последние десятилетия По всей Франции бастуют работники общественного транспорта Железные дороги почти парализованы Еще во вторник телеканал БФМ Предупредил об отмене национальным обществом железных дорог Франции СНЦФ В связи с забастовкой профсоюзов 90% скоростных поездов отмененными оказались также 50% железнодорожных экспрессов И 30% поездов В городах замерли целые ветки метрополитена Движение прекращено на 11 из 14 линий На остальных поездах ходят с большими интервалами утром и вечером, в часы пик С задержками осуществляется движение автобусов и трамваев Компания Заявила об отмене почти трети внутренних рейсов Сотни вылетов отменила компания Даже парижская служба проката велосипедов Предупредила о закрытии части велостанции по требованию префектуры Работники транспорта бастуют в Бордо, Лиле, Леоне, Страсбурге, Марсиле, Ренне, Нанте, Ницце, Тулузе Всего в разных городах страны на манифестации было подано 245 заявок Участники забастовки заявили, что их протест будет бессрочным Профсоюзы утверждают, что с начала акции против пенсионной реформы вышли 1,5 миллиона французов Согласно последним данным полиции, цифры немного скромнее, но тоже весьма впечатляющие К демонстрациям в 70 городах Франции, не считая Парижа, по официальной информации, присоединились 450 тысяч человек В столичных протестных акциях приняли участие еще около 250 тысяч недовольных реформаторскими идеями правительства Им надо понять, что нас не так просто провести То, что столько народу вышло на улицы, уже победа Но это только начало Наша цель быть услышанными, заявили представители профсоюзов Согласно последнему опросу, большинство французов 68% считают требования протестующих легитимными Заверение правительства, что реформы коснется только будущих пенсионеров И то не раньше 2025 года, недовольных граждан ничуть не успокоили Из-за масштабной забастовки в Париже закрыли почти 200 школ И потому, что учителя бастуют, и из соображения безопасности В университетах занятия тоже отменяют Тем более, что большинство студентов все равно не смогут на них попасть Даже если они являются счастливыми обладателями автомобиля Или смогут воспользоваться общественным транспортом Пробки вокруг Парижа уже растянулись на 400 километров Французское общество сегодня проявляет удивительную солидарность Помимо работников транспорта бастуют учителя, юристы, врачи, работники коммунальных служб, пожарные К движению протестующих чуть было не присоединились даже представители правоохранительных органов Полицейский профсоюз Накануне сделал заявление, последнее предупреждение перед блокаутом Несмотря на выход на улицу 27 тысяч полицейских 2 октября, власть нас игнорирует Сделаем так, чтобы нас услышали 5 декабря Угроза столкнуться с неконтролируемыми массовыми беспорядками сыграла свою роль Вечером накануне начала протеста министр внутренних дел Крестов Кастанер написал письмо, в котором заверил полицейских, что в результате пенсионной реформы они все свои привилегии сохранят В итоге в Париже с нарушителями порядка вышли бороться 6 тысяч полицейских и жандармов Отношение к стражам порядка со стороны соотечественников соответствующее В соцсетях сотрудники правоохранительных органов жалуются, что получают письма с угрозами в свой адрес Параллельно с консолидацией протестующих в обществе нарастает раскол Префект полиции Парижа Диди Лальман на брифинге 4 декабря призвал мирных демонстрантов и деятелей профсоюзного движения отмежевываться от погромщиков и сообщать о них сотрудникам правопорядка Префектура обратилась к предпринимателям на всем пути парижской манифестации от Северного вокзала до площади нации закрыть все торговые точки Впрочем, в крупных городах многие наученные опытом прошлых протестов владельцы без всяких просьб заколотили досками стеклянные витрины своих ресторанов и магазинчиков Как оказалось, не напрасно, мирный протест во французской столице быстро перешел в столкновение с полицией Уже в конце дня наиболее радикально настроенные демонстранты активизировались на площади республики, громили витрины, жгли покрышки и припаркованные скутеры С наступлением темноты театр военных действий сместился на площадь наций Взрывы петард, факелы, фаеры, костры прямо на проезжие частые, а затем слезоточивый газ и водометы все в лучших традициях французских протестов Бунтующая молодежь забрасывала полицейских горящими петардами и ломала уличные камеры видеонаблюдения Около ста человек были задержаны, несколько получили травмы, среди пострадавших двое журналистов В Тулузе во время столкновения ранены пять человек, причем трое из них сотрудники полиции Реформа пенсионной системы – одно из предвыборных намерений Эммануэля Макрона Президент рассчитывает отменить 42 специальных режима, благодаря которым французы имеют возможность раньше выходить на пенсию и иметь ряд других льгот Еще одно планируемое изменение связано с принципом расчета размера пенсий Вместо учета 25 лет с самой высокой зарплатой станут учитывать средний заработок в течение всей трудовой жизни, причем выплату пенсии производит на основе баллов Предполагается, что работники будут получать определенное их количество за каждый отработанный день Кроме того, реформа подразумевает так называемые стимулирующие меры Несмотря на то, что пенсионный возраст останется таким же, 62-го года, чтобы получать полную выплату Сотрудники должны будут уходить с работы минимум в 64-го года Юлия Жумакбаева Юлия Жумакбаева Юлия Жумакбаева Юлия Жумакбаева